Повышение НДС По данным издания, также может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую Министерство финансов предложило заменить льготным пособием. Кроме того, как ранее сообщил российский премьер Дмитрий Медведев, россиян ждет повышения пенсионного возраста, которое принесут в казну еще около 2 триллионов рублей. Оставшиеся 4 триллиона рублей принесут уже объявленная реформа налогообложения нефтяной упрессы. Кроме того, для финансирования инфраструктуры государство займет 3 триллиона рублей, разместив ОВС и сформировав Временный фонд внутри бюджета. По данным федеральных чиновников, некоторые из решений еще пересмотрят. Вскоре начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке Госдумы, чтобы принять их в весеннюю сессию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!